Встреча с ветеранами. Глава города обсудил с представителями старшего поколения актуальные проблемы. Помощь детям. Армавирская молодежь принимает участие в краевую благотворительные акции. Экскурсия в музей. Слепые и слабовидящие ребята буквально смогли прикоснуться к истории. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Глава Армавира Андрей Харченко провел встречу с коллективом завода Кубань-Кабель. Рабочие предприятия смогли напрямую пообщаться с градоначальником и получить ответы на волнующие вопросы. Такой формат удобен трудовым коллективам. Практически на рабочем месте можно решить насущные проблемы, узнать о перспективах развития Армавира. Встреча длилась около двух часов. В самом начале глава Армавира рассказал заводчанам о том, что сделано в городе в прошлом году и о планах на перспективу. Андрей Харченко отметил, что по итогам года завод Кубань-Кабель был признан одним из лидеров промышленной сферы города. Увеличиваются объемы производства, растет заработная плата. Заводчане в свою очередь обратились к мэру с просьбой решить ряд насущных проблем. В частности, речь зашла о благоустройстве района. Городоначальник подчеркнул, что вопрос с обустройством тротуара будет решаться. Единственное препятствие – частные огороды напротив дворов жителей, располагающиеся, к слову сказать, незаконно на муниципальной земле. Во-первых, если они не хотят убирать, значит они должны за эту землю арендовать и за нее платить налоги. А если они за эту землю ничего не хотят платить, а хотят просто картошку высаживать, соответственно, это проблема жителей. Они занимают муниципальную территорию. Поэтому я даю поручение Мария Александровна вам, вместе с отделом земельного контроля, вместе с руководителем ТОС, подключиться к этому вопросу. Вы собираете сход жителей, определяете время в субботу или после работы. Сейчас уже светло. На сходе вы выступаете, выступают представители, будет Мария Александровна, выступаете, жители обдавали информацию. Или они сегодня эту землю берут в аренду и ее уплачивают, или мы там делаем тротуар, который там должен быть по безопасности. Она наша цель – тротуар. Прозвучали вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. На улице Урупской убрали искусственные неровности, ограничивающие скоростной режим. И зачастую, выходя с территории предприятия, заводчане рискуют попасть под колеса лихачей. Чтобы избежать подобных происшествий, необходимо установить знаки и обустроить пешеходный переход через проезжую часть, считают рабочие. Предприятие обратится официально с письмом, как вы видите ситуацию, установку знаков, пешеходный переход. Мы это все утвердим на комиссии по безопасности, чтобы больше никто никого не срезал. Но сделаем это в рамках правил безопасности дорожного движения, чтобы не Латин это все делал самостийно, чтобы это было сделано в рамках решения комиссии по безопасности дорожного движения. Соответственно, эти работы будут выполнены. Кроме того, на встрече обсудили вопросы, связанные с благоустройством всего города. Все наказы заводчан, с которыми они обратились к власти, взяты под контроль и будут приняты к исполнению. Марина Белова, Игорь Тарасов, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. Строительство детских садов, ремонт дорог, асфальтирование дворов и укладка тротуаров. Как сделать жизнь в городе лучше, глава Армавира Андрей Харченко обсудил с ветеранами. На встрече также успели поговорить о здравоохранении и работе участковых. Подробности у Алены Безовчук. На встречу с ветеранами глава Армавира приехал вместе с руководителями нескольких отделов и служб города. Беседа началась с обсуждения того, что было сделано в прошлом году. Муниципалитет участвовал в 22 краевых и федеральных программах. Благодаря этому удалось привлечь дополнительно 1 миллиард рублей. Большая часть этих средств пошла на строительство детских садов. Также работают муниципальные программы по асфальтированию дворов и укладке тротуаров. Жители такие изменения замечают. Я вижу, как благоустраиваются улицы и дороги, тротуары. Вот у нас лично по Ленину сделали тротуар. Так хорошо теперь ученикам второй школы ходить в школу. Большое внимание уделяется и транспортной системе. Только на ремонт и реконструкцию дорог в 2013 году было потрачено 130 миллионов рублей. Появилось около 20 новых объектов, в основном в сельской местности. Старая станица по маршруту общественного транспорта, где раньше он ходил по Гравийке, улица Заречная. Это Красная Поляна, улица Колхозная, где также общественный транспорт ходил по Гравийке. Сейчас это в асфальтном исполнении. На встрече говорили и о здравоохранении. За последние три года на ремонт больницы, поликлиник и закупку нового оборудования было потрачено около 900 миллионов рублей. Еще один важный вопрос – безопасность горожан. В прошлом году жители жаловались на работы участковых. Ряд участковых были уволены, а таких у нас было за прошлый год три человека, которые были уволены из рядов нашего отдела полиции по городу Армавиру. Но в целом динамика стала меняться. Тесно взаимодействует с правоохранителями и городская дума. Для депутатов 2013 год также был насыщенным по количеству принятых решений. Всего было рассмотрено более 300 вопросов, проведено 17 сессий. Мы стремимся, как говорится, успеть за бегущим днем, стремимся сделать так, чтобы дать возможность администрации получить какие-то нормативно-правовые документы для своих конкретных действий. Также на встрече глава города поздравил председателя Совета ветеранов Николая Скрипкина с наградой. Армавирский активист победил в одной из номинаций краевого конкурса «Колокола времени». Алена Безовчук, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим новостям. На улице Халтурина возле первой гимназии совсем скоро появится новая остановка. Рабочие уже расчистили площадку, на которой будет возведен остановочный павильон. Подробности в следующем сюжете выпуска. На гимназии «Остановите» с такой просьбой к водителям ежедневно обращаются маленькие и взрослые пассажиры маршруток, следующих по улице Халтурина в сторону центрального рынка. Большинство водителей гимназистам и их родителям не отказывает. Между тем, такая остановка, во-первых, является далеко не безопасной. Движение на этом участке улицы весьма интенсивное. Есть риск попасть под колеса другого автомобиля. И так как бывшие пассажиры продолжают путь прямо по газону, в дождь и слякоть к этой проблеме добавляется еще одна – грязная обувь и одежда. С 2010 года в администрацию города поступали обращения армавирцев с просьбой решить этот вопрос так, чтобы в итоге было удобно всем. На комиссии по безопасности дорожного движения нашли рациональный выход – разместить в районе гимназии остановочный павильон. При этом у ЖКХ и с архитектурой была разработана схема по устройству данного остановочного павильона. К работам по контракту приступило предприятие, которое выиграло контракт. На сегодняшний день проводились работы по сносу деревьев, которые здесь находились в зоне остановочного павильона. Начальник управления ЖКХ подчеркнул, что после того, как работы по возведению павильона вступят в завершающую стадию, здесь будут обустроены пешеходные площадки. Кроме того, взамен деревьев, которые попали в зону строительства, возле остановки появятся новые саженцы. В результате проблема на протяжении многих лет волнующая горожан будет решена. Продолжаем выпуск. Даже один рубль поможет спасти жизнь больному ребенку. В городе в рамках благотворительной программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» организован ряд акций, посвященных Международному дню детей больных раком. Страшная болезнь не щадит никого. Диагноз «онкология» ставится ежегодно двумстам маленьким кубанцам. Ирина Рухлядко узнала, как можно помочь тем, на чью долю выпали совсем не детские испытания. Международный день детей больных раком отмечают ежегодно 15 февраля. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году. Главная задача – привлечь внимание к проблеме детской онкологии и помочь тем, кто уже болен. Ежегодно на территории Российской Федерации более 3,5 тысяч детей заболевают страшной болезнью. Но есть лекарства, есть возможности помочь. В адрес администрации города направлен список детей, которым необходима помощь. Это все дети, проживающие на территории нашего края. В течение двух недель кубанские волонтеры рассказывают о проблеме и собирают средства на лечение детей. Армавирская молодежь активно включилась в краевую донорскую акцию «Капля крови ради жизни». Студенты вузов и техникумов таким образом вносят свой вклад в дело помощи больным детям. 15 февраля Центральная площадь станет местом проведения большого флешмоба. В 3 часа дня его участники выстроятся в форме сердца и выпустят в небо 100 воздушных шаров с пожеланиями в адрес больных детей. С 13 по 15 февраля боксы для пожертвований будут находиться в торговых центрах «Лента» и «Красная площадь». Каждое независимое пожертвование, в независимо какой сумме, может помочь нашим детям. Ведь неизвестно, с кем может приключиться беда в тот или иной момент. И помощи ждут все дети нашего края. Всем жителям, которые внесут добровольное пожертвование, будут даны сердца, как символ акции, символ благодарности за помощь детям. Узнать о тех, кому нужна помощь, можно на официальном сайте благотворительной программы «Цветик-семицветик». Это ребята со всего края. Самому старшему из них 11 лет. Здесь есть истории их недетских испытаний. Перечислить средства можно адресно или на расчетный счет благотворительной программы. Он также есть на сайте. Кстати, в минувшем году благодаря краевой программе «Цветик-семицветик» помощь получили 11 армавирских детей. Краевая антитеррористическая комиссия напоминает о новом порядке продажи билетов на междугородние автобусы. Приобрести билет можно только предъявив паспорт. Поэтому, отправляясь на автовокзал, не забудьте документ, удостоверяющий личность. Теперь все данные пассажира – фамилия, имя, отчество, номер паспорта, а также время и место отправления и прибытия автобуса – заносятся в единую базу. Такая мера необходима для обеспечения безопасности перевозок. Единые базы данных позволят оградить законопослушных граждан от нежелательного с точки зрения криминальной или террористической угрозы соседства. Что касается безопасности самой информации о пассажирах, то передается она исключительно по закрытым каналам. Формирование баз происходит в полном соответствии с законом о защите персональных данных. Документ могут проверить и уже в автобусе, перед самым отправлением. К другим темам. Экспонаты трогать разрешается. Необычная экскурсия прошла в военно-историческом музее школы номер 8. В этот раз его посетителями стали воспитанники интерната для слепых и слабовидящих детей. Увидеть оружие, форму и документы могут не все, но экскурсоводы позволили прикоснуться к истории, рассказывает Лариса Юровская. Комната боевой славы, где в 1974 году историк и краевед Евгений Иванов стал размещать документы, связанные с историей Великой Отечественной войны, со временем превратилась в один из лучших школьных музеев в крае. Собрать любопытную коллекцию старинных вещей и оружия времен Второй мировой войны помогли армавирцы. Криминальный отдел нашей милиции позвонил и предложил нам принять экспонат. Вот так наш музей пополнился ТТ, пистолет. Но самую большую известность школьному музею принесла реконструкция солдатской землянки. Алюминиевые кружки, керосиновая лампа, в углу печка-буржуйка. Такое ощущение, что солдаты обязательно сюда вернутся передохнуть после боя. Землянка является одним из самых интересных экспонатов в музее. Своеобразный мостик, который позволяет современному поколению познакомиться с далекими сороковыми. Посидеть в землянке, ощутить дух времени сюда приезжают школьники со всего города. Воспитанники реабилитационного центра ветераны войны. В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы на экскурсию приехали ученики интерната для слепых и слабовидящих детей. Организовать такую встречу помогли специалисты отдела по делам молодежи. Акция была приурочена к месячнику военно-патриотической работы, чтобы каждый армавирец, маленький или большой, мог почувствовать и прикоснуться к истории нашей страны. Чтобы они могли прикоснуться и почувствовать руками, как это было. Ведь для слепых и слабовидящих детей зачастую руки – это и есть их глаза. Что носили, с каким оружием шли в бой солдаты? Рассказ экскурсовода дополняет небаловажная деталь. Автомат или гильзу можно потрогать. Начнем вот с этого. Так, что я держу в руках? Лимонка. А кто знает, как ее называют в налоге? Лимонка. Молодец, лимонка называют. А кто знает, почему лимонка? Они назвали ее от фамилии английского конструктора Лемона. Кирилл Беляев не может увидеть оружие и фотографии на стендах. Он любознательный мальчик и с интересом изучает экспонаты. Фляжки, приборы связи, оружие. Он не перестает задавать вопросы даже после того, как экскурсия закончилась. Качество у нас стоящее. Вот этот, что есть такие полевые телефоны. Вот, которые вот эти вот. Землянки. Кстати, а почему они полевые? Впрочем, не один Кирилл будет с удовольствием делиться впечатлениями с друзьями по интернату. Подобные экскурсии будут еще не раз проводиться в рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы. Лариса Юровская, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь медиапрогноз. Я передаю слово Марине Локтевой. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на четверг. Здравствуйте. В четверг, по прогнозам синоптиков, погода нас порадует. В Армавире будет тепло и солнечно. Ночью столбик термометра покажет плюс 3 градуса, днем поднимется до 12 тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Что касается памятных дат, то в четверг Всемирный день радио. Молодой праздник, который впервые отметили только в 2012 году. Дата его проведения выбрана не случайно. Именно 13 февраля 1946 года впервые вышла в эфир радио ООН. По народному календарю это день Никиты Пожарника. Его называют хранителем от огня, молнии и слишком жаркого солнца. А в истории в этот день 119 лет назад получила свое начало мировое кино. Братья Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения. На этом у меня все. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Субтитры подогнали Симон.